На сегодняшний день на специализированных предприятиях для инвалидов существует ряд проблем, которые не в силах решить действующая программа поддержки «Доступная среда». Износ оборудования составляет более 70%, производительность труда заметно ниже, а количество брака выше по сравнению с другими предприятиями. Отсюда неспособность конкурировать. Неполная рабочая неделя и минимальная загруженность инвалидов резко снижает их доход. Председатель Республиканской организации инвалидов Юрий Сергеев уже в третий раз выступил с собственным проектом программы создания и сохранения рабочих мест для инвалидов. Главное здесь – техническая модернизация предприятий, а также субсидирование выпускаемой продукции. Одномоментное вливание в виде инвестиций, да, они не всегда могут, ну, скажем так, помочь самому предприятию выйти из кризиса. То есть мы можем заменить оборудование, но это не есть гарантия того, что предприятие через три года не окажется в той же самой ситуации, какой оно находится сегодня. Программа программой, да, мы можем поддержать на какое-то время, на год, на два, на три. А что дальше, Юрий Евгеньевич? Что дальше будет с этими предприятиями? Ведь износ технологических оборудований в 70% – это очень серьезно. С другой стороны, понятно, что самостоятельно эту проблему обществу инвалидов со всеми своими предприятиями не решить. Требуется помощь государства, частного бизнеса, причем существенная. Нам самое главное, чтобы предприятия стабильно работали. У инвалидов была обеспечена стабильная занятость, заработок, который был бы хотя бы не ниже, чем официальный прожиточный минимум для трудоспособного населения. Это сейчас основа материального положения любого человека, который трудится. Это самое главное. Каким путем пойдет поддержка – это вопрос второй. Это механизм, который должен быть выработан на региональном, то есть на республиканском уровне. Республиканские власти от поддержки не отказываются и даже предлагают такой механизм – включить проект председателя Республиканской организации инвалидов в качестве подпрограммы. Государственную программу «Доступная среда». Таким образом, будет легче консолидировать и силы, и средства. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика.